Здравствуйте, меня зовут Олег Володичев, я адвокат, адвокат из саратских коллегий адвокатов. Сегодня я хотел бы рассказать вам, возможно, многим уже известную и нашумевшую историю, касающуюся одного из крупных саратских заводов, завода Торакс. Те люди, которые знают этот завод, которые интересуются этой темой, и наверняка уже в средствах массовой информации, много читали по данному поводу, они знают о споре учредителей завода, о споре двух, так скажем, хозяйствующих субъектов и двух на сегодняшний день уже ныне, к сожалению, ныне покойного Мухединого Салавата, а также оставшихся учредителей завода, завода Торакс, это Седова Игоря Васильевича и его компаньонов, оставшихся на заводе Торакс в качестве единственных учредителей, на сегодняшний день их четверо. Эта история начинается с августа 2015 года, когда произошел конфликт между двумя основателями данного завода Торакс, это Салаватом Мухединовым и Игорем Седовым. После возникшей конфликтной ситуации Мухединов Салават не увидел возможности в дальнейшем работать на заводе. Изначально он был госпитализирован с очередным инфарктом, и в последующем решил выйти из состава учредителей и потребовать стоимость своей доли в уставном капитале. Но дальше события начали развиваться, в буквальном смысле, как вот семья Мухединова говорит, и с ними нельзя не согласиться, ну, просто по какой-то, не просто незаконной, а просто ужасающей истории, которая происходит до настоящего времени. Это заказные уголовные дела, это, ну, в общем-то, там было все, как указывает Мухединово, начиная от каких-то лиц, связанных с, вероятно, криминальными структурами, которые подъезжали к ним с определенными разговорами, заканчивая в последующем уголовных дел, основанных на абсолютной лжи, на абсолютном вымысле бывших соучредителей, бывших компаньонок Салавата. Вкратце хотел бы напомнить эту историю, возможно, вы читали о ней и видели интервью, предыдущее интервью, которое мной было дано, 28 июня 2019 года, и находится на сайте взгляд.инфо. В январе 2017 года было возбуждено уголовное дело, первое уголовное дело в отношении Салавата Мухеддинова, основанное на вымысле, как я уже сказал, о том, что якобы в далеком 1994 году данное лицо совершило мошенничество в отношении своих бывших компаньонов, обманув их и присвоив себе долю в уставном капитале. И вот что самое удивительное в этой истории о том, что на протяжении 21 года эти самые компаньоны, Седов со товарищами, ничего не знали о том, что их обманули, ничего не знали о размере своих долей длительное время, при этом подписывали массу документов, массу документов, свидетельствующих об обратном. Но, тем не менее, в тот момент городской отдел полиции под непосредственным руководством начальника следственной части Буйновского возбуждает уголовное дело по столь надуманным обстоятельствам. Чтобы, так скажем, предвещая определенные моменты и комментарии со стороны Седова и помогающих ему лиц, которые наверняка скажут, где документы, где доказательства, я хочу продемонстрировать один лишь документ, только один, чтобы люди понимали, слушатели понимали в данной ситуации, что в реальности происходит и как это выглядит. Вот существует масса документов, чтобы понятно было, вот примерно в полтора раза больше, чем вот эта вот сегодняшняя папочка, которая лежит у меня на столе. Существует масса документов, подписанных за период 21 год учредителями торекса, в которых имеется размер их долей. Причем, если бы эти подписи содержались где-то там в конце документы, ну, еще можно было о чем-то говорить. Но, вот специально хотел бы продемонстрировать, как выглядит большинство документов в период становления долей в уставном капитале. То есть, в каждом из них существует табличка, в которой в строчках указана фамилия лица учредителя, дальше количество денежных средств, данных и имя, либо, соответственно, стоимость их доли. И далее, вот здесь самое главное, строка, содержащая размер их долей в уставном капитале, и строка, содержащая подписи указанных людей. То есть, существует строчка, напротив которой стоит подпись каждого учредителя, напротив размера своих долей в уставном капитале. Что происходит в 2015 году и в 2016 году, когда Салават Мухединов потребовал ему выплатить стоимость его доли? Вот эти все документы, оставшиеся учредители торекса начали оспаривать активно. И одно из самых активных участий в этих действиях производят такие учредители, как Иванов и Кузнецов. Но вот здесь, в том документе, который я сейчас продемонстрировал на камеру, а таких документов десятки в реальности, и в налоговом органе, и в администрации города Саратова, и в архивах, одни и те же цифры, одни и те же документы, и ничего иного не значится. Так вот, эти два учредителя, Иванов и Кузнецов, которые считают себя самыми потерпевшими от действий Мухеддинова, утверждают на сегодняшний день, что им принадлежать должно было 9% уставного капитала торекса с 1994 года. Но во всех тех документах, один из которых я вам продемонстрировал, значится иная доля, чуть больше 1% у каждого. То есть, вот эти лица, считающие себя потерпевшими, и заявляющими о мошенничестве со стороны их бывшего компаньона, говорят, что подписывая массу документов напротив цифр в 1%, они не понимали, что это 1%, а не 9% или 8% в другом варианте. Они определиться не могут до настоящего времени. 8% у них или 9% должно быть. И все это было взято изначальной городской полиции за основой возбужденного уголовного дела. Вот такой вымысел был положен в основу возбуждения уголовного дела. Ну, теперь вот ближе, как говорится, к теме, что происходит на сегодняшний день. В дальнейшем, казалось бы, лица, виновные в незаконном возбуждении уголовного дела, были уволены, то есть Буйновский был уволен в связи с личной заинтересованностью в возбуждении указанного уголовного дела. У нас есть официальные ответы по этому поводу. Служба безопасности разобралась. Служба безопасности областного ГУВД приняла меры, так скажем, после служебной проверки. Буйновский был уволен. Дело было передано в областной отдел полиции, ГСУ, так называемое, Главное следственное управление по Саратовской области, где дело было прекращено. Было принято абсолютно законное решение, но тут вмешивается эта история наверняка также лицам, интересующимся тораксом, также известно. Но после прекращения неоднократно постановление прекращения абсолютно законное отменялось бывшим заместителем прокурора города Жадновым. Историю про 50 миллионов это наверняка также видели на сайте Взгляд.Инфо. Но пришел новый прокурор области, Филипенко. И изначально все эти прекращения, которые имели место быть, в конечном итоге все это устаканилось. И было подтверждено прокуратурой области законность прекращения уголовного дела. Это произошло в окончательном итоге в январе 2018 года. И казалось бы, все, закончилась история, закончилось справедливо, но, к сожалению, ушел из жизни человек, и семья связывает это именно с уголовным делом. Дальше события начали происходить по невероятной траектории, а именно прокуратура Саратовской области, в том числе и руководство прокуратуры, как сейчас нам стало известно, в лице Филипенко, в лице первого заместителя прокурора, вдруг внезапно изменили свою позицию и развернулись ровно на 180 градусов. С чем это связано, я сейчас изложу, но, соответственно, вот слушателям судить, я думаю, об этом нужно еще и самостоятельно. Что произошло? В октябре 2018 года вдруг дело бы изло изъято с ГСУ, и первым заместителем прокурора Минеевым передано для производства предварительного следствия туда, куда именно так хотел бы передать господин Седов, следственное управление Следственного комитета по Саратовской области. Ну, казалось бы, ну что страшного, разберутся, прекратят в очередной раз. Но не тут-то было. Что произошло в последующем? Я неоднократно был на приемах различных должностных лиц по данному делу, и в ходе этих приемов выяснилось интересные факты. К примеру, следующее. Те, кто интересуется деятельностью Следственного комитета или сталкивался когда-то с Следственным комитетом, знают прекрасно, да? В данном руководящем составе есть такой специалист в делах экономической направленности, как заместитель начальника отдела по особо важным делам Следственного управления Следственного комитета Елена Новикова. На личном приеме Елены Новиковой мне было открытым текстом сказано, что да, в этом деле нет состава преступления, но требование о направлении данного уголовного дела в суд исходит от первого лица областной прокуратуры, то есть господина Филипенко. А теперь послушайте эту историю. Я все прочитала. Дело? Дело, да. Естественно, там нет состава преступления, это тысяча процентов. Вчера я пошла к Дмитрию Ивановичу, говорю, слушайте, мы будем стрясать воздух, что там нет состава преступления, но мы будем все равно его направлять в суд. На что он скажет, что да, я знаю, что нет состава преступления, я готов получить оправдательный приговор, и я более того знаю, что он там будет. Это филиппинг. В общем-то, третирует эту ситуацию, чтобы мы направили его в суд. То есть это со стороны областной прокуратуры, да? Да, да. Вот это уже тысяча процентов информации. Послушали. Что получается? Если кто-то не расслышал фамилию, сказанную Новиковой на выдохе, Новиковой, это фамилия Филиппенко. То есть получается, что первое лицо надзорного органа, которое должно стоять за соблюдением законности в настоящее время, делает все с точностью наоборот. Следственный орган считает, что в действиях нет состава преступления, но прокуратура Саратской области в лице первых лиц, которые изначально, как я уже говорил ранее, изначально утверждала и соглашалась с тем, что нет никакого состава преступления в действиях Мухиединого, на сегодняшний день заняло абсолютно неправовую позицию, требуя направления данного дела в суд. Получается, странная история, да? Чтобы не быть голословным и подтвердить то, что в реальности было ранее, я хочу зачитать одну из выдержек из жалобы Торекса, которые в период 2018 года буквально они атаковали данными жалобами, как областную, так и генеральную прокуратуру. Так вот, в этой жалобе написано, что ИО прокурора Саратской области Минеев в своем постановлении о полном отказе в утверждении жалобы учредителя МО Торекса без какого-либо анализа указал, что оснований для отмены не имеется, решение принято законное и обоснованное. Это выдержка из жалобы Торекса. Это подтверждает то, о чем я говорил, что ранее областная прокуратура в лице первых лиц приняла решение о том, что в действиях Мухиединого нет состава преступления и никогда не было. Это абсолютно очевидно из тех документов, которые имеются в деле. Это абсолютно очевидно, что учредители, просто не желая платить денежные средства семье Мухиединого, в настоящее время пытаются буквально затолкнуть это уголовное дело в суд, используя как рычаг правоохранительные органы. Но, казалось бы, если ранее прокуратура области занимала правовую позицию, то сейчас происходит ровно с точностью, да, наоборот, о чем вам и сказала Новикова. А вот еще один фрагмент записи, на котором госпожа Новикова указывает на то, что прокуратуре Саратовской области не просто дано устное, какое-то устное указание на незаконные действия, а имеется письменное согласование постановления о привлечении в качестве обвиняемого Салавата Мухиддинова по несуществующему мошенничеству. Именно письменное. Послушайте. Они нам согласовывали привлечения. Это вообще такого никогда нет. Нам никто, они никогда нам не согласовывают привлечения. А как они, в ушной форме? Нет, ну мы направили, ну типа проект, согласуйте, они нам говорят, прислали письменное, да, нормально все. Письменно прислали? Что согласовывать привлечения? Ничего себе. В деле есть прям? Нет. А, то есть нет. Внутренние переписки. Внутренние переписки. В этом разговоре много еще, что было сказано. Было обещано, несмотря на позицию прокуратуры области, Новиковой было обещано объективное расследование этого уголовного дела, что в последующем не произошло. В последующем как раз эта позиция изменилась, и было сказано иное, что сколько бы свидетелей Салават Мухиддинов не заявлял в рамках этого уголовного дела, они допрашиваться не будут. Обещаний на объективное расследование было много, но по факту ничего не произошло. На сегодняшний день Следственный комитет всеми путями старается в буквальном смысле затолкать это уголовное дело в суд, основанное, как я уже сказал, на лжи и на фиктивных документах. Вот такая история происходит на сегодняшний день. Опять же, со слов Новиковой получается, что Следственный комитет в лице первого лица на сегодняшний день это Петрякин, господин Петрякин, готовый исполнять любое, пусть даже незаконное указание областной прокуратуры, направленное на то, чтобы, опять же, повторюсь, неоднократно уже говорил, затолкать буквально в смысле уголовное дело, не содержащее никаких признаков состава преступления в суд. Это следует из следующего фрагмента. Давайте возьмем ГСУ. Вот что, у ГСУ не было давления прокуратуры направлять это дело? Было. Они сказали, да вы в своем уме? Я просто единственное могу сказать, что если бы у нас был Николай Владимирович, мы бы тоже так же противостояли, вероятнее всего. Мы бы так же заняли правовую, так сказать, позицию, а тогда, когда сейчас вот он, мне кажется, рейки не будут так. Он уже мне сказал, что он это все знает, но он хочет, это они же хотят направить их в суд, это они заставляют направлять в суд. Я не уверен, говорит, в том, что они нам даже подпишут обвинительное заключение. Я в этом не уверен, в том, что областная подпишет. Но мы поступаем ровно так, как, в общем-то, того требует господин Филиппенко. Вот и получается, в настоящее время прокуратура Саратской области, вместо того, чтобы осуществлять надзор за законностью, производят некие иные мероприятия. Для чего это сделано? Для чего это делается? Ну, опять же, судить вам. Для меня, мое мнение остается неизменным и абсолютно понятным. Все это уголовное дело с самого начала и до самого конца замешано исключительно на коррупционной составляющей. И здесь, в первую очередь, я хотел бы, я хотел бы обратиться к руководителям федерального уровня, руководителям ФСБ Российской Федерации, Следственного комитета Российской Федерации, куда уже Тамара Мухеддинова написала заявление о привлечении уголовной ответственности работников Следственного комитета за ряд должностных преступлений, а также за соучастие в мошенничестве, направленном в мошенничестве в пользу коммерческой структуры в данной ситуации ООО «Торакс». Что получается? Должностные лесопрокуратуры Саратской области и Следственного комитета Саратской области используют уголовное дело с одной только целью, чтобы отменить на сегодняшний день вступившее в законную силу уже более полутора лет назад решение арбитражного суда Саратской области, согласно которого «Торакс» обязан выплатить семье Мухеддиновых крупную сумму денег. Это 411 миллионов рублей. Вот не нравится очень Тораксу данное решение, данное постановление суда. Деньги до настоящего времени не выплачены. Торакс организовал информационную кампанию, направленную на создание ложного общественного мнения. В основном эту информационную кампанию, информационную войну ведет такое издание, как общественное мнение. И на сегодняшний день уже судебными органами подтверждено двумя решениями суда, а сейчас рассматривается еще и третий иск о том, что эта коммерческая структура, это сетевое издание, интернет-издание общественное мнение распространяет сведения, порочащие честь и достоинство Мухеддиновых. Кроме того, хотелось бы здесь отметить еще следующее, что у нас, вот сколько у нас на федеральном уровне не звучит заявлений больших должностных лиц, вплоть до президента, призывы буквально к правоохранительным органам, к органам надзора, в которых она заявлялась, прекратите вмешиваться в деятельность, в споры хозяйствующих субъектов, в споры соучредителей, прекратите привлекать к уголовной ответственности за несуществующие преступления коммерсантов и предпринимателей, но все это как продолжалось, так и продолжается, а в Саратской области, судя по статистике, стоит где-то в первых строчках подобных правонарушений и я не побоюсь этого слова преступлений со стороны правоохранительных органов, потому что по факту это совершаются должностные преступления. И хотелось бы данным обращением в первую очередь обратиться к федеральным структурам и к руководителям федеральных структур. Разберитесь в этой ситуации, уважаемый господин Бастрыкин, уважаемый генеральный прокурор Российской Федерации, господин Чайко, разберитесь, пожалуйста, в этой ситуации, наведите, наведите порядок в своих структурах, областных структурах. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok